В эфире «Заполярный Вестник» в студии Ирина Цепитова. Здравствуйте! Объездная дорога в проектах и в реальности. В Рио главы региона Игорь Кошин одобрил начало работ на возведение столь необходимой дороги в городе. Зелёный свет региональному бизнесу. В округе будет принята программа, которая позволит предпринимателям спокойно планировать бизнес-процесс и понимать потребности государства на ближайшие годы. Поиски с вертолётом. Спасатели более пяти часов летали по территории округа в поисках жителей Индиги. В поисковой операции принял участие и наш корреспондент. В округе продолжается масштабная проверка качества строительства социальных объектов. На очереди Наринмар. Игорь Кошин сегодня лично проинспектировал то, что уже построили, и рассмотрел проектную документацию объектов, которые ещё только предстоит возвести. Так, например, речь шла о строительстве объездной дороги. Город не нуждается давно, и теперь мечта о её появлении вполне может стать реальностью. Объездная дорога в Наринмаре теперь это уже не сказка или просто слова, а действительность. Глава региона чётко дал понять – город нуждается в новой дороге. Её длина составит почти 7 километров. Начало асфальта положат в районе Первомайской. Затем мост соединит город и Сахалин. Закончится новое дорожное полотно на Лаевожской. Цена вопроса – 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Если одобряете, Игорь Викторович, то мы сейчас быстренько сделаем апгрейд проекта, и, в принципе, со следующего года можно начинать. В любом случае надо будет апгрейд проект. В любом случае. Проинспектировал Игорь Кошин и здание Наринмарского аэропорта. Его планируют полностью обновить и усовершенствовать. Появятся современные стойки регистрации, а значит, упростится сама процедура прохождения. То есть у нас мини-шереметь его будет? Практически. По крайней мере, это будет удобно людям. Не нужно будет с чемоданами там бегать и время сократить. Можно пораньше приехать, отдал. На пути коттеджный поселок Вилледж. Здесь приобрели квартиры для детей-сирот. Игорь Кошин решил лично посмотреть, как и в каких условиях живут бывшие интернатовцы. Какие последствия построили? Ну, коттеджи переделаны под однокомнатные квартиры, под жилье. Давайте одну посмотрим, как вы можете строить. И сразу глава региона делает замечания по установленным раковинам. С виду обыкновенные, но держатся они словно на клею. Их нужно заменить на качественные. У вас такая же дома стоит? У меня такая же стояла, когда уезжал, да. Затем перед временно исполняющим обязанности губернатора отчитался начальник управления строительства и ЖКХ. Для детей-сирот в поселке закуплено 12 однокомнатных квартир. За полгода ключи от них получили всего 4 человека. Через два месяца только начали предлагать квартиры детям. Но так как были решения судов о том, что в центре города предоставлять квартиры, подбирали на тыковылка несколько квартир отдали. Кстати, цена одного квадратного метра за жилье в Вилладже 59 тысяч рублей. Для сравнения, в поселке Искатели на Поморской в двух новых домах стоимость квадратного метра всего 43 тысячи. Это при том, что в Вилладже качество квартир оставляет желать лучшего. И этого не скрывают. Игорь Кошин в очередной раз напомнил об ужесточении контроля за возведением строящихся в Ненецком округе объектов. Он отметил, что сдача многих затягивается. И предупредил подрядчиков о персональной ответственности за срыв графика и плохое качество. Вот смотрите, если дом построен по технологии, то все будет в порядке. Если построен так, что где можно уменьшить, там уменьшили, где можно что-то стащить, там стащили, то будет так же, как у нас по сельским северным пунктам. Далее глава региона оценил состояние дорожного полотна. По словам директора Наринмар-Дориемстроя Сергея Искова, летом выполнят ямочный ремонт трассы, которая начинается в районе городского моста. Это больше 4 километров. Последний капитальный ремонт проводился свыше 6 лет назад. Илья Сахаров, Олег Катанзийский, Сергей Качигов, Телеканал Север. А с представителями бизнеса общества в Рио главы региона обсудил проект государственной программы развития предпринимательской деятельности в Ненецком округе. Она придет на смену ведомственной целевой программе. Новый документ, в отличие от предшественника, спускает в центр принятия решений на муниципальный уровень и открывает возможность для софинансирования программ развития из бюджета округа в соотношении 1 к 5 и позволяет региону претендовать на софинансирование из федерального бюджета. Более 8 миллионов рублей – объем финансирования программы на этот год. Из них 5 миллионов – из федерального бюджета. Еще 3 миллиона – из окружной казны. В проекте новой программы 11 видов финансовой поддержки. Среди них – гранты начинающим предпринимателям на создание бизнеса, возмещение платежей по договорам страхования, уплата аванса по договорам лизинга, субсидии на приобретение имущества и возмещение процентов по привлеченным кредитам. Субсидии на развитие своего дела – так называемый стартап – дает положительные результаты. У нас идет прибавление числа новых предпринимателей, появление новых предприятий. И все эти новенькие малыши, они все требуют опеки и государственной поддержки. Государственную поддержку получат и те бизнесмены, которые уже начали свое дело. Мы должны делать вторую программу, которая будет поддерживать малое предпринимательство. Те проекты, которые уже созданы, которые уже работают, где уже работают реальные люди, и есть реальные инвестиции. То есть люди уже в банках взяли кредиты, вложили свои какие-то источники и работают на протяжении нескольких лет. В числе приоритетных направлений – сельское хозяйство, охота, рыболовство, бытовое обслуживание населения и предоставление социальных услуг детям, пенсионерам, инвалидам. Развитие народных промыслов и обрабатывающих производств. По новой программе финансовую поддержку предприниматели смогут получить независимо от того, прописаны ли они в Наринмаре или в Заполярном районе. Условно, там четыре вида поддержки есть в городе, в восемь в Заполярном районе. Предприниматели городские не могут воспользоваться теми видами поддержки, которые существуют в Заполярном, так как у них регистрация в городе. Сейчас мы вот этот барьер нивелируем. Будет стандартный пакет, набор финансовых мер поддержки для всех предпринимателей Нейнского округа. Отметили и необходимость информационной поддержки предпринимателей. Сейчас получить консультации бизнесмены могут в информационно-опорном пункте Заполярного района и в Координационном совете развития предпринимательской деятельности в перспективе создания своеобразного бизнес-инкубатора, где будут оказывать консультации по юридическим, правовым и экономическим вопросам. Для того, чтобы можно было решать вопросы на оригинальном уровне, на местном уровне, это поможет предпринимательству решить какие-то свои внутренние вопросы. Обсудили и вопросы о государственном частном партнерстве. С помощью взаимодействия государства и бизнес-сообщества планируют решить ряд проблем со строительством жилья, объектов здравоохранения и образования, а также дорог. Например, планируют строить объездную дорогу на Ринмар-Искателе, а также два физкультурно-оздоровительных комплекса. По итогам встречи внесены замечания и предложения разработчикам программы как со стороны власти, так и со стороны бизнесменов. Новую программу развития предпринимательства в чистовом варианте разработчики представят на июльской сессии. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Помощь из бюджета округа оказывают также молодыми одаренным жителям региона. В рамках окружного конкурса грантов 13 человек получили деньги на приобретение предметов для занятий искусством, спортом и наукой. Валентина Чибичек пообщалась с успешной молодежью. Надежда занимается живописью с пяти лет. Еще до школы пришла заниматься в Дом детского творчества. За все время занятий живописью неоднократно участвовала в конкурсах российского международного класса. Она способный и талантливый человек от рождения. Но при этом, наверное, нельзя не учесть, что у нее у самой очень много усердия всегда было, что помогало развиваться однозначно. В прошлом году Надежда выиграла конкурс граффити к эстафете Олимпийского огня. Теперь ее лыжник красуется на одном из домов города. Больше всего юная художница любит рисовать маслом. Эта техника не из дешевых. Именно поэтому решила подать заявку на конкурс грантов. Поддержка округа очень важна, чтобы поддерживать молодежь, чтобы мы, допустим, могли развиваться, покупать какие-то нужные предметы нам в своей деятельности. Начинающий преподаватель химии в скором времени сможет узнать, как свет влияет на воду с помощью нового прибора иономера. Недавно Аграрно-экономический техникум, где работает Юлия, начал проводить такое исследование с Институтом Москвы. Нас сразу пригласили заниматься этим, потому что в Наринмаре аналогов, кто занимается этим исследованием, пока нет. Вот мы будем первые. Поэтому мы хотим скорее его приобрести. Концертные костюмы для участницы ансамбля «Травушка», спортивный инвентарь для победителей, всероссийских и окружных соревнований, путевка на образовательный форум. Победители получили гранты в размере до 25 тысяч рублей. Претендентом на получение гранта могут стать все желающие при соблюдении некоторых условий. Обязательные условия – это наличие различных дипломов, грамот, подтверждение их успехов на различных уровнях. В этом году на выплату грантов выделено 200 тысяч рублей. Средства на поддержку талантливой молодежи ежегодно закладываются в программе по молодежной политике. Валентина Чипичик, Александр Бобрякович, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Спасатели ищут мужчину, который потерялся в районе Индиги. Житель поселка пропал в воскресенье. На своем снегоходе он отправился в сторону города, но через 80 километров мужчина и его техника бесследно исчезли. В поисках задействованы спасатели, полицейские, охотники и жители ближайших деревень. Теперь район поиска начали осматривать из вертолета. В спасательной операции участвовал наш корреспондент Олег Хатанзейский. Перед вылетом предполетный инструктаж. Собой все самое необходимое – медаптечка, теплые вещи и спецтехника. Утонул или заблудился? Что именно могло произойти с мужчиной, не знает даже его старший брат. На карте отмечены участки, где предположительно может находиться пропавший. Вертолет отправляется на поиски. До первой точки спецгруппа долетает за 30 минут. Неподалеку расположена охотничья изба. Возможно, по дороге у мужчины сломался снегоход, и он сейчас находится в ней. К домику спешно бегут спасатели и старший брат пропавшего. С каждым метром надежды, что он там все меньше. Вокруг ни единого следа. Изба пуста. Поиски продолжаются. Через несколько километров очередной спуск с воздуха в тундре через бинокль спасатели замечают небольшой домик. Ну и здесь безрезультатно. Брат пропавшего мужчины в отчаянии. Где искать дальше, он не знает. Кажется, что силы уже на исходе. Но спасатели его подбадривают, и вертолет берет курс дальше. По следам от снегоходов. Группа встречает оленеводов. Кочевники мотают головой. На своем пути они никого не видели. Как думаете, вот уехал, да, вот, что с ним могло быть произойти? Ну, может, буран сломался. А если буран сломался, есть ли шансы вообще, ну, выжить, куда-то дойти? Как нету, ягоды земля. Там, что это, друзья летели, ездят в машину. Здесь укупы, укупаски летели. Поиски продлились пять часов. Осмотрены все районы, где предположительно мог находиться мужчины. Но ни следов, ни снегохода, ни человека. Вертолет возвращается в Наринмар. Первый день масштабной операции закончен. Я думаю, что сейчас отработаем еще с главой. И хочу сказать, что местные глава с Индиги, они выезжали на Треколе. Местные жители на снегоходах ездили. Сколько возможно. Сейчас, значит, по результатам еще отзвонимся. Какое-то решение примем. Подобные случаи происходят ежегодно. Особенно весной. Люди бесстрашно выходят и выезжают на тонкий лед. Последствия самые страшные. Подтверждение тому гибель двух людей в Наринмаре. Они утонули на этой неделе. Олег Хатанзейский, телеканал «Север», Ненецкий, автономный округ. Не обошлось без жертвы в Наринмаре. Чрезвычайную сводку продолжим буквально через минуту. А пока уходим на короткую рекламу. Логично одеваться выгодно, модно и красиво. А значит, одеваться нужно в «Персоне». В магазине стильной женской одежды «Персона». Огромный ассортимент. Ведущие российские и мировые производители. Мир, в котором каждая женщина, независимо от возраста, найдет одежду для себя. Магазин женской одежды «Персона» на Ленина 29А. Здание универсама. Вход со двора. Профессиональная съемка и широкоформатная фотопечать «Фотомир». Уникальный сувенир с видами города и округа «Фотомир». Фото на документы, визы за 3 минуты и всего за 150 рублей «Фотомир». Уважаешь качество? Выбираешь «Фотомир». Внимание! Кто-то собирается плавать, а мы уже идем из Архангельска в Наринмар. Перевозка любых грузов по расписанию. Доставка от двери до двери. Доступные цены. Гарантия качества. Вы смотрите «Заполярный вестник» и вот что будет далее. Гулянка оказалась жаркой. Наринмаре сгорел жилой дом, в котором веселая компания отмечала очередной праздник. О последствиях ЧП расскажем буквально через несколько секунд. Найти себя предлагают судебные приставы. На сайте ведомства работает банк данных исполнительных производств. Две пятерочки. Наринмарская электростанция отметила юбилей. О тех, кто зажигает, в материале выпуска. Голова основного ледохода на реке Печора развивается в 20 километрах ниже Усть-Усы. Это в 574 километрах от Наринмара. Подвижки распространились до Щели-Юра. Особых изменений в прохождении ледохода от Усть-Цильмы за сутки не наблюдается. Ледоход на территории Республики Коми проходит на уровнях, близких к норме. В Щели-Юре уровень воды зафиксирован на отметке 687 сантиметров. Рост за сутки 38 сантиметров. Подвижки, разводья. В Усть-Цильме редкий ледоход. Уровень воды 733 сантиметра. Рост 54 сантиметра. В Оксе на Закраины рост воды за сутки 22 сантиметра. Уровень воды составляет 250 сантиметров. В Харуте на Азеве Закраины уровень воды при росте 67 сантиметров за сутки составляет 323 сантиметра. В Коткино сула прибыла на 124 см. Уровень воды теперь составляет 412 см. На Колве ледостав уровень воды – 86 см. Рост за сутки – 18 см. Из-за подъема уровня воды дорожники все-таки приступили к разборке моста через Кую. Поэтому всем, кто планирует поездку по дороге, ведущей через этот мост, следует быть внимательными. Воздержаться от выхода на лед гражданам рекомендует Государственная инспекция маломерных судов по Ненецкому округу. Из-за приближающегося ледохода лед рыхлый и опасный для жизни. Трагедия закончилась застолье для жительницы дома номер 9 по улице Пустозерской. Накануне в 19.27 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении по этому адресу. На место происшествия выехала группа пожарных. Прибыв на место, выяснилось, что горит одноэтажный шестиквартирный дом барачного типа. Дом частично расселен. На момент трагедии в нем была прописана всего одна женщина. Пожар ликвидировали за час. Выгорела крыша и одна квартира. Не обошлось без жертв. Спасатели обнаружили обгоревший труп. Причина возгорания сейчас выясняется. По предварительной версии, это неосторожное обращение с огнем. При осмотре элементов электросети, аварийных режимов работы и короткие замыкания не обнаружено. А так как там находилась компания, которая там благополучно проводила досуг в нетрезвом состоянии, так что весьма вероятно, что это не потушенные сигареты. Банк данных исполнительных производств презентовали судебные приставы Ненецкого округа. Система работает на сайте ведомства уже более двух лет, но вот популярностью у граждан не пользуются. А зря говорят судебные приставы. Система проста в использовании и помогает экономить время. Воспользоваться ей могут как физические, так и юридические лица. Для того, чтобы узнать, есть ли вы в списке должников, необходимо зайти на сайт отдела Федеральной службы судебных приставов, перейти в раздел информационной системы и кликнуть на вкладку «Банк данных исполнительных производств». Далее ввести данные о себе и нажать «Поиск». Если вы заходите в интернет достаточно часто, вы получаете возможность своевременно получить информацию о возбуждении смертного производства и своевременно оплатить задолженность и тем самым избежите штрафных санкций в виде исполнительского сбора за несвоевременную оплату штрафа. С помощью сервиса можно выбрать и способ оплаты задолженности. Либо воспользоваться системой электронной оплаты через сервис Kiwi, либо распечатать квитанцию с реквизитами подразделения службы судебных приставов и отправиться в банк. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из магазинов приложений Windows на Windows Phone, из Google Play на Android, из App Store на iPhone, набрав в поиске FSSP. «Кровь города» – так называют электроэнергию профессионалы одного из старейших предприятий округа – Наринмарской электростанции. В эти дни она отмечает свой юбилей. За 55 лет развития маломощная дизельная станция превратилась в крупное современное предприятие, удовлетворяющее потребностям стремительно развивающегося заполярного региона. Ветеранов и всех тех, кто сегодня обеспечивает нам бесперебойное электроснабжение, чествовали в культурно-деловом центре Арктика. Символическим началом праздника стало завораживающее своей энергетикой световое шоу, а сюрпризом для гостей вечера фильма – современном, динамично развивающемся предприятии округа и его главном ресурсе – энергетиках. Я горжусь тем, что работаю здесь, и особенно под началом такого человека, как Петр Дмитриевич Поздеев, начальник цеха. Ему, конечно, я много благодарен, многому научил меня. 55-летняя история электростанции – это пример труда ни одного поколения, поэтому заслуженно чествовали тех, кто стоял у истоков становления славного предприятия. До того, как прийти на электростанцию, Григорий Синокосов был заведующим промышленно-транспортным отделом окружкома партии. В 62-м началась его 47-летняя история управления тогда еще дизельной электростанцией. Практически вся моя работа, там, 47 лет, была не только с работой станции, с обеспечением энергии города, но и строительство, реконструкция велась почти все время. Были перерывы 2-3 года, потом снова. Либо мы увеличивали мощность, либо завозили новое оборудование. Ветеранами-работникам электростанции вручили почетные грамоты администрации Неницкого округа, благодарственные письма, собрания депутатов и памятные подарки. Поздравляю, в первую очередь, ветеранов предприятия, люди, которые очень много отработали времени на предприятии, обеспечивали электроэнергией. Наш регион, работников, которые приняли вахтах ветеранов, сегодня трудятся на предприятии. В праздничный день искреннее пожелание новых трудовых успехов принимали все работники Наринварской электростанции. Ирина Цепетова, Денис Лихтанский, Телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на «Севере». Денис Лихтанский, Телеканал «Север». Север. Денис Лихтанский, Телеканал «Север». Субтитры делал DimaTorzok Добавка от двери до двери. Доступные цены. Гарантия качества.